Кухня ЖКХ Мы с вами уже говорили о фоне капитального ремонта, что он из себя представляет, какие виды работы выполняются данным фондом капитального ремонта на коммуникациях, на фасаде, на кровлях. Я бы сейчас хотел обратить внимание на следующий момент, который является завлекающим таким маневром для собственников от некоторых управляющих компаний, которые, приходя на дом, под предлогом сказать, давайте выбирайте нашу управляющую компанию, мы вам сейчас порешаем многие вопросы, потому что сейчас это у вас не решается, узнав наболевший вопрос какой-то, и пытается тем самым их к себе расположить путем предложения им, давайте вот мы сейчас с вами проголосуем за выбор нашей управляющей компании, расторгнуть договор с управляющей компанией действующей и создать спецсчет, то есть перевести деньги на спецсчет дома из фонда капитального ремонта. И тем самым мы вам сразу решим вопрос, например, ремонт системы водоотведения или горячего водоснабжения, какого-то нового вида работ. Чем это чревато? И мы, как управляющая компания «Актив Комфорт», в принципе, зная и анализируя каждый свой дом, понимаем, что вот таким методом, переводя дома на спецсчет, можно потом в конечном итоге оставить жителей у разбитого корыта через некоторое время. Да, это неплохо. С одной стороны, сейчас сказать, что вот у вас на доме есть там полтора миллиона рублей, или два миллиона рублей вы накопили с 2015 года, платя в фонд капитального ремонта, и вот на эти два миллиона рублей мы можем вам сразу, если вы сейчас спецсчет переведем, мы сразу можем вам выполнить ремонт своим подрядчикам, мы сделаем вам в течение двух месяцев, трех, мы выполним такую-то вот сложную задачу, которая у вас там типа годами не решалась. Ну и в результате эта работа, конечно же, будет стоить немалых денег, да, это обязательно, опять же, при пределах этой же суммы, под два миллиона рублей, к примеру, да, тот же сам там замена там, возможно, каких-то коммуникаций, стояков отопления, разводку по подвалу самой системы, и тем самым исчерпав весь, как говорится, лимит денежных средств, которые они копили с 2015 года. Затем, когда на доме возникают другие проблемы, они присутствуют, потому что дома на самом деле не ремонтировались уже годами, десятилетиями, они все требуют ремонта. Не зря был создан фонд капитального ремонта, как котел, из которого формируется программа, и потом на года их разносят, чтобы ремонтировать дома, и фасады, и кровли, и коммуникации. Сделав это сейчас, уговорив жителей на этот шаг, потом жители должны понимать, что в течение остальных лет они будут копить эти деньги уже на своем счете и пытаться выполнить уже работы. Если мы говорим о сроках, там, 24-й, 26-й, 28-й года, 30-й года, 32-й, 40-й года даже есть в сроке капитального ремонта на некоторых домах, которые постарше, кто-то еще посвежее дома, но, тем не менее, они ведь сразу же проводят работы, грубо говоря, там, на 7-10 миллионов рублей, да, когда еще даже на доме-то не накопились эти деньги целиком, но, тем не менее, они проводят фонд капитального ремонта, выполняют эти работы. Жителям же придется потом еще лет 15-20, так или иначе, или 30, копить деньги, чтобы выполнить какой-то ремонт, собрав деньги на меня взамен того же самого лифта, который сейчас под 2 миллиона рублей. Мы уже тоже об этом говорили. Поэтому это обман, это просто людей, ну, как сказать, не то, что там, вот, кидаете, хорошее слово, но это на самом деле так. То есть, вот, вразово сказать им, что сейчас вот мы вам все решим, и мы молодцы, а что будет дальше, трава не расти, вот это вот самое плохое и самое некрасивое, что собственники должны думать, разбираться, советоваться, приходить в свою управляющую компанию, доходить до всех этих тонкостей технических, понимая, что да. Если на доме мы понимаем, что есть проблемы, и они, оттягивать их до 26-го, до 24-го, до 28-го года, да, когда в фонде капитального ремонта это заложено, мы делаем следующие шаги, мы, наоборот, проводим общие собрания и говорим, нужно переносить срок ремонта. У вас на фонде, на деньги, на фонде такие-то, нужно перенести, не ждать 24-го, давайте перенесем на 21-й. Общим собранием мы переносим, ставим пакет документов в администрацию, в фонд капитального ремонта они приходят, решение это, да, и сдвигаются сроки. Но они не выбыли из общей системы, из общего порядка, из общего котла. И так или иначе у них будет продолжать этот процесс. Как бы я вот на этом, я стараюсь застрить внимание собственников, чтобы они в этом все-таки разбирались поподробнее и были бдительны и внимательны в этом вопросе. По традиции в конце программы «Кухня ЖКХ» звучит рецепт нашего эксперта. Рецепт такой, что на самом деле использовать нужно ваши приборы эффективно. Это и полная загрузка посудомоечных машин, полная загрузка стиральных машин, чтобы меньше тратился как электроресурсы, так и воды. Естественно, это при использовании, разогреве блюд в микроволновых печах нужно использовать крышку, закрывая тем самым блюда с пищей, чтобы эффект был тепловой энергии именно на сконцентрированной продукте питания. Вот эффективность использования, она тоже уменьшает потребление определенных ресурсов, как воды, так и электроэнергии. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза, Люксембург, 86В, телефон 222-892.